Наше сегодняшнее будущее, вечная истина, которая никуда не денется. Я хочу быстро представить, потом мы с этим познакомимся, но быстро представить участников нашего круглого стола, чтобы просто представлять, в каком кругу я оказался счастливым для меня и для вас, всех, кто сегодня нас слушает, пришел сюда. Я напомню, что наша задача сделать так, чтобы после того, как вы нас послушаете, ваша собственная школа уже никогда не была прежней, чтобы она шла только вперед. Итак, Сергей Динович Казарновский, создатель и руководитель класс-центра знаменитой школы в Москве. Ольга Сергеевна Шавар, Ольга Сергеевна соратник Александровича Дубельского, школа самоопределения, и учитель, и учился в этой школе, и учитель школы. В общем, это большая история, мы с этим встретимся. Дарья Александровна Кобицкая, ученица и учитель лицея Михаила Петровича Щетина в Текосе, уже с большой своей другой жизнью, но Дарья вот с нами здесь, и мы прикоснемся к этой школе, которая сегодня переживает большую трагедию. Мария Михайловна Почухаева, директор школы-интерната «Абсолют» в Серпухове, и это тут тоже целая история, про которую мы поговорим. Татьяна Михайловна Ковалева, мы очень близко дружим, поэтому не могу поменять термор своего голоса. Доктор бюджетных наук, профессор МГПУ и создатель и президент Межрегиональной тютерской ассоциации. На самом деле Татьяна это занимается всем, и везде нам всем помогает. Как получается, не знаю. Мы сейчас только что говорили про многозадачность детей современных, и что это и трудности, но в этом можно найти огромные плюсы. Надо научиться их находить. Это был очень красивый разговор. Это про Татьяну тоже. Итак, название нашей встречи «Авторская школа. Ускользающая эпоха». И я передаю слово Сергею Зиновичу Казарновскому, который создал свою школу в начале 90-х. Хотя старт, я так понимаю, случился у него гораздо раньше, как у любой авторской школы. Она начинается не тогда, когда сложились документы, а когда сложился автор этой школы. Я бы сказал, да, и в этом смысле, Сергей Зинович, это другая история. Но самое главное, что школа здравствует, школа существует, школа развивается. И за этот год школа получила тотальное обновление. Кто в нее входит, просто парадон. Поэтому все случилось и случается в вашей школе. Александр Зинович, мы хотим понять на первом кругу, у нас будет два круга разговора, а между ними будет опрос наших слушателей по определенному вопросу. На первом кругу, в чем секрет авторской школы? Что такое авторская школа? Во-первых, действительно, вы правильно сказали, я первый свой спектакль сделал с детьми в 1981 году, за примерно 9 лет до того, как уже мы стали школой. В полном смысле этого слова. Вначале филиалом, потом, что было интересно, в 90-х годах мы стали альтернативной школой. Мы такие были тогда, а потом государственные школы, которые и сейчас существуют. Но я хочу сказать не об этом, потому что этих людей, всех, которые создавали такие школы, когда-то, когда-то, задолго до 90-х годов называли новаторами. Вы помните прекрасного педагога новатора, Щетинин, опять же, Шаталов, Аманашвили. Но я первый раз слово новатора услышал в школе еще. Но оно звучало в странном сочетании. Чувак новатор. Откуда появилось такое слово чувак новатор, я, честно говоря, не знаю. Но потом слово новатор звучало все время вместе с этими фамилиями. И сейчас трудно представить, что о них говорила вся страна. Собирались в студии Васта, полные совершенно, я помню, Патриша и Шаталовские уроки, которые он вел, выступление Аманашвили. Еще я не был, не относился к педагогике никаким образом. Но для людей разные слова звучат. Вот я как сказал, чувак новатор, я слышал, непонятно, что это такое было. По-разному ко мне, как-то пришла педагог начальных классов, она открыла дверь, я ее ждал. Вот она с порога сказала, я педагог новатор. Я говорю, очень интересно, а в чем ваши новаторы, садитесь, пожалуйста. Она говорит, я занимаюсь ранним сексуальным образованием, она только начальная школа. Я говорю, а как это вы делаете, расскажите технологию, мне это очень интересно. Она говорит, я делаю пятиминутки и к ним сочиняю тексты. Я говорю, слушайте, ну я готов, я уже записываю просто. Я действительно записал, уже на самом деле запомнил текст. Текст такой был. Мы девочки и мальчики, у нас есть руки, пальчики, похоже наши ушки, что снизу от макушки, похоже и животики, и носики, и ротики. Различие между нами, одно, между ногами. Вот такая была новаторская ее идея. Меня потом спрашивают, узнаю, я ее работаю или нет. Я вам не буду отвечать, я думаю, это понятная совершенно история. Сейчас вдруг возникла ситуация, когда практически любой человек мог испытать это чувство авторства, чувство новаторства, когда нас бросили, жизнь бросила в эту ситуацию дистанционную школу, хоть вы сказали, Артем, мы не будем об этом говорить, об этом сложно не говорить, потому что сегодня возникла ситуация, когда у людей возникла возможность пробовать все что угодно. Никакой нормативной базы нет, ничего половины людей не знают и так далее, и так далее, и так далее. Никаких спецуказаний нет, ужасная, полная свобода. Я наблюдаю свою школу, в которой три школы, общеобразовательная, грамматическая и музыкальная, как люди начинают придумывать или не начинают придумывать. И это очень видно, потому как иногда к ним дети просто не приходят, или у них не работает звук и так далее, и так далее. Это очень интересно видно. Мне кажется, это удивительный сейчас такой момент, когда люди могли бы себя попробовать. Другой вопрос сейчас будет. Техники нет, там не умеет никто и так далее, и так далее. Но при этом, при всем, люди придумывают удивительные вещи, я могу по них рассказывать, но это не важно. Важно другое. Даже правила по технику безопасности никто им не сказал, потому что сейчас влезают в уроки всякие панкеры, пранкеры там, и все что угодно происходит. Я сделал даже мониторинг. Я по мониторингу тому, каким учителям заходят, мы работаем с платформой Google Classroom в основном, но видно по учителям, кто что может. Присылают каждый день мне, что там происходит, я захожу на уроки и так далее. Но понимаете, в чем дело? Вы не заметили, что тех, кто из конторы уходит работать дома, их называют на удаленке, а тех, кто занимается образованием, их называют на дистанции. Понимаете? То есть мы разорвали дистанцию. Это самое страшное, что может быть для школы, потому что в школе мы стараемся все время ее сократить, чтобы увидеть ребенка. Даже возникают такие силоважные, не так ужасные песни. «К чему на ты, мой друг, к чему?» Нас разделяют это расстояние. Вот школа – это на ты. Понимаете? Тем, чем она отличается, очень многих смущает от того, что есть эта дистанция... Потому что совсем другая коннотация от слова «удалять» и «быть на дистанции». Или там другой подтекст. А теперь простая логика. Скажите, пожалуйста, я спрашиваю тех, кто нас слушает. Кто не знает законы Архимеда? Я уверен, что все по одному пробу и сказали, что мы все знаем. Теперь, значит, это потому, что все знают, что один когда-то, педагог новатов, скорее всего, потому что вряд ли это рассказывал сам Архимед, рассказал историю, как если опустить какую-то часть тела в ванну, то то, что вытечет из нее, будет равно объему этого тела. Потрясающая придумка. Потому что он сделал самое главное, что должно быть в образовании. Факт связал с образом. И все на всю жизнь знают этот закон Архимеда. Других не знают. А Архимеда все знают. И я хочу сказать, что это произошло... Вот я записал себе 250 лет назад до рождения Христова. История с Архимедом. Я сейчас могу сказать и другую, что ли, плановато. Про Платон бесконечно ходил по аллеям где-то в километре в публичный сад от Афин и разговаривал со своими учениками, где потом создал академию. Этим самым он подтвердил то, как я, например, понимаю, кто такой педагог. Педагог – это человек, который решил посвятить свою жизнь на разговоры с детьми. Бесконечные разговоры с детьми. Через математику, через физику, через все, что угодно. А когда мама приходит и говорила к чьей-нибудь родительнице, я ему тысячу раз сказал, я говорю, у вас другого механизма нет, еще есть тысяча первый раз и так далее. И можно сказать иначе. Образование – это соотношение с личностью. И совершенно неважно, будет ли это педагог математики, будет ли это педагог литературы, или это будет вообще человек, который не имеет отношения даже к школе. У нас есть педагог, на котором написано «Домовой». Там сидит пожилой человек, который долго работает в школе, он не ведет никакие предметы, он все время на помощи был, всем помогал и так далее, и так далее. Дошло до того, что, когда ему было 70 лет, мы выпустили специальную медаль. Его зовут Палысак. Дети, правда, не знают, что это два слова, они называют Палысак, что одно слово, и маленькие дети уверены, что это директор школы. Так в честь него 70-летия выпустили настоящую медаль, где было написано, «Палысак в первой степени за человеческое отношение к окружающим». Вот эта личность, которая для многих осталась, я вам скажу, эту медаль мы вручаем на самом деле. Главный редактор «Новой газеты» Митя Муратов получил эту медаль, когда ему исполнилось 50 лет. Поэтому это серьезная штука за человеческое отношение к окружающим. Вот. И это... Вот мы говорим о новом унижающей натуре. 15 лет назад, ровно 15 лет назад, я взял своего сына в Париж на салон образования. И после этого он открыл подобный салон в Москве. Он уже давно переплюнул по многим показателям парижский, он уже европейский салон и так далее. И сегодня я прочитал о том, что обсуждается вопрос о переноске парижского салона, который должен быть в ноябре месяце, на другое время. А мы здесь, этот молодой человек, Максим, сделал салон здесь, в онлайн. Фантастическая вещь. Я смотрел кучу вебинаров в первые дни, смотрел, сколько молодых, красивых лиц, так серьезно и умно говорит о образовании. А вы говорите, исчезающая натура. Понимаете? Вот тут я поставлю точку в первом восприятии, вот, и представляю слово дальше. Сергей, Сергей Иванович, спасибо большое. И это правда, что ваш сын и ваш ученик вот эту махину всю поднял. И мы, правда, все каждый день, с каждым днем удивлены, даже результат само собой, да, удивлены смелости. Вот эта смелость, да, это созидательная энергия, которая, вот, может быть, это и есть мечта, которую ты хотел бы вложить своих детей, учеников и так далее. И я чем больше думаю про авторские школы, я тем больше понимаю, что вы спрашиваете, а что же там такого? Вот какой-то там есть вот секрет, о котором мы сегодня и говорим, и попытаемся его понять все вместе, да, откуда в детях или в людях, или в учрелях, или в директоре появляется эта смелость созидания, смелость идти вперед и совершать поступки. Я передаю слово Ольге Сергеевне Шава, Шава, который, вот, у нас теперь уже традиция, да, у нас у Александра Галача Архангельского был вчера день рождения, и у Ольги Сергеевны тоже был вчера день рождения, и мы поздравляем с днём рождения вас здесь, на нашем цифровом встрече, когда мы все можем в одну секунду войти к вам в ваш дом и там быть. И, Ольга Сергеевна, очень непростая жизнь, да, для школы Александра Ступельска, вашей школы самоопределения. Для меня само понятие самоопределения такое значимое, да, что я с него не могу сойти, и все думают, что я просто как заводной человек, который всё время самоопределение, самоопределение, самоопределение. Оно вошло когда-то тогда, и я понимаю, что оно во многом ключевое. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Я по поводу самой темы хотела бы сказать, что я не думаю, что авторская школа ускользающая эпоха. Скорее, мне кажется, ситуация мальеровская. Король умер, да здравствует король. В том смысле, что авторская школа в её старом понимании возможно станет авторским коллективом. Возможно, как у нас в школе, будет чем-то таким, что обозвать какими-то словами. Ну, потому что если педагогика наука, то тогда прогресс всё сметёт. А если педагогика отчасти искусства, то куда исчезает Шекспир? Да, и мне хотелось несколько слов сказать, как Тубельский строил свою школу. Я больше буду говорить про педагогов, хотя это всё относится и к детям в абсолютно полной мере. Во-первых, Тубельский заражал свободой, вкусом свободы и смелостью быть самим собой и отношением к ребёнку. Последняя тема очень трепетная, и я про неё сейчас не буду, а буду про желание быть самим собой. Понимаете, не Тубельским, а самим собой, творить свой мир личностный, педагогический. И он этими мирами интересовался, восхищался, поддерживал. Нередко спорил с нами, но очень любил. И, знаете, только в последние годы мы поняли, какая-то редкость фантастическая, какой-то дар Тубельского. Потому что, когда нередко сейчас требуют по-другому, то уже возникает сопротивление, потому что что-то такое очень важное попало в людей. Потому что педагоги работали, и многие продолжают работать с собой. Понимаете, не просто быть солдатами, не функциями и не предметниками. Они вот работают. Сергеем мы работали, Сергеем Реутским, Ниной Чедгадаевой. Понимаете, когда так поживёшь, то уже не сможешь по-другому. Тебе захочется безумно быть автором, соавтором, творцом. И уклад демократический он отсюда, инициативные группы отсюда, творчество отсюда. И они не исчезли. Второе, это Тубельский создавал поле встреч. И это встречи не с технологиями. Это встречи с людьми, идеями, практиками, знаете, с планетами. Потому что эти миры, планеты, они залетали, работали долго, недолго. Потом мы их отпускали, они сами уходили. Это тоже нормально. Что-то оставалось, что-то прессовалось, что-то своё рождалось. И тут, знаете, вопрос не тиражирования тех, кто к нам залетал, а вопрос порождения своего отца, прикосновения с другими. Значит, кто у нас только не работал, и куда мы только не ездили. И Тубельский не жалел на это ни энергии, и даже денег не жалел, потому что очень хорошо понимал, Александром Лобком не станешь. Но тебя эта встреча с Александром Лобком, сейчас, например, с Шалвой и Патаж Монашвили, с Дитером Шварцем, с Сергеем Волковым, тебя это может изменить. То есть ты можешь услышать, понять, заразиться этим желанием быть самим собой. А не этими людьми. Потом у нас были команды всевозможные, инициировал их Тубельский, и они до сих пор остались. Временные, долговременные. И, собственно, это сегодняшний тренд в образовании. Еще он волшебным пинком, этим методом, заставлял нас писать, осмыслять. А это было очень сложно. Потому что была научная группа, а потом он сказал, учитель, пишите. А мы сказали, да мы вообще практики, я актер, а не театральный критик. Это совсем другая профессия, театральный критик. Но пинок действовал, и мы писали очень много в разных сборниках. Это попробовали, понравилось, получилось, привыкли. Писали, в том числе, знаете, извините, никого не хочу обидеть, но учителя и труда, и физкультуры, и музыки. И это тоже не ушло у нас. Садик написал за последние годы 8 книжек, и они очень интересные. И как-то постепенно родилась философия школы-концепция, в основе которой предположение о некой предзаданности, предзаданности человека, его способности, возможности пути. И тогда цель педагогов – создавать условия для реализации. А тогда это много выбора, позиции, роли, способа и так далее. Это то, что дает возможность понимать других, менять позицию, вставать на другую точку зрения, искать себя. И так родились ценности от которых мы, не откажемся, за которыми мы боремся и готовы все отдать. И последняя маленькая шутка по поводу ценностей. У нас как-то на десятилетии памяти Тубильского были такие шубочные выборы в совет школы. Психологи охарактеризовали победителей, хотя это шутка, но в ней много истины. С большим отрывом в совет школы от детей попал ежик в тумане с его процессоориентированностью, с его способностью действовать в ситуации высокой неопределенности. На втором месте была Алиса из «Страны чудес» с ее готовностями к изменению, риску, к авантюризму, с недюжиной смелостью. На третьем – стойкий оловянный солдатик с самоотверженностью в отстаивании ценностей. Среди учителей были Мари Поттин с Дон Кихот, с идеализмом, не боясь не быть смешным, Дамблдор. От родителей были Муми-мама, Черепаха Тортилла, папа-дядя Федора со способностью идти на разумные компромиссы, поддержка детей – это его, и устойчивость в конфликте интересов. Суть чести, конечно, попал в защитник прав детей король Матыш Первый, крокодил Гена с партнерством, безоценочным принятием и так далее. Гарри Поттер с умением работать в непростых условиях, в команде. И, знаете, это какие-то ценности сообщества спустя уже 10 лет после смерти Тубельского. Ольга Сергеевна, спасибо большое. И мы увидели сейчас, да, Анатолий Наумовича вот на экране дорогое нам всем лицо и смелость нужна автора всех-всех-всех вместе, чтобы сказать, чтобы пока, чтобы верить в ребенка, верить настолько, чтобы пока ребенок не самоопределился, он имеет право думать, да, а потом действовать. То есть это задача, ну, такая сверхзадача, на которую решился Арсен Наумович. И действительно, он приводил многих в школу, потому что он знал, что задача, чтобы каждый ребенок стал автором. Каждый ребенок стал автором. И это задача, которая касается нас всех. Я сейчас предоставлю слово Дарии Кобицкой из и про школу Михаила Петровича Щетинина, Вы знаете, вот сейчас идет у нас вот этот карантин, эпидемия, и много минусов, мы говорим, есть плюс, огромный плюс того, что сейчас происходит, это то, что суд, который должен был уже отобрать окончательно лицензию у школы, он переносится на позже, потому что сейчас суды не собираются. Хотя бы вот такая помощь нам не имеет никакого отношения. И тут действительно наша сильная боль, потому что непедагогическая история лежит в основе управления сегодня ведомством нашей педагогикой страны. Педагогика не знает ничего. И поэтому острота и сила того заявления, которое мы делаем все вместе сегодня, говоря об авторской школе. Пожалуйста, Дарья. Ну, во-первых, я хочу всех поприветствовать и сказать, что для меня огромнейшая честь и ответственность представлять сегодня мою школу. И я, наверное, говоря об авторском подходе в лице-интернате Михаила Петровича Щетинина, начну с того, что я туда пришла ученицей и ученицей, которая до этого прошла три очень интересные школы, в которых не могу сказать, что мне не нравилось в своем же родном городе. Это была и английская спецшкола, и мариинская женская гимназия с гуманитарным уклоном. Это была и частная школа с огромным количеством каких-то попыток сделать что-то новое, инновационное. Но это было первое место в котором в фокусе внимания была сама жизнь. И это то, чего мне, я тогда еще была, конечно же, совсем ребенком и не могла это так вот осознавать, формулировать в словах, но у меня параллельно со школами всегда были театральные студии, двор, ну, как у всех остальных детей. И вот все, что находилось за пределами школы, мне всегда было намного интереснее, нежели внутри. И школа для меня была в большей мере, я сейчас ни в коем мере не хочу обидеть, так как здесь преподавательское сообщество, но так как я прежде всего ученица, я думаю, что будет голос ученицы сегодня. Для меня, в общем, то, что было за границами школы, было намного интереснее. И вот только оказавшись уже в 11 классе в школе академика Михаил Троя Четинина, я поняла, что сама жизнь может быть настолько интересна, что процесс обучения может быть пропущен через все те явления, которые у тебя есть в дне, в жизни. И поэтому первое, наверное, на чем бы я сакцентировала внимание, это то, что сам Михаил Петрович это тот человек, который максимально показывает, что такое тотальная включенность в процесс, чем бы ты ни занимался. Я нечто подобное видела только, наверное, у малых детей, которые там играют на музыкальном инструменте, да, или танцуют, и они это делают так, как будто на них никто не смотрит. Вот я помню, когда первый раз увидела Михаил Троя Четинина, я думаю, что это за профессор, так похожий на Эйнштейна, который играет на пианино, он играл песни «Ничьяка месячна», и он был настолько, тотально в этом процессе, и вот сейчас уже осмысливая мои воспоминания, уже, к сожалению, это воспоминание, я понимаю, что имеет место поговорка «Не воспитывайте детей, воспитывайте себя, дети будут брать с вас пример». Михаил Троя Четинина в этом смысле был главным заразителем вот этого тотального, тотальной включенности в «ты не делал». И я очень люблю те слова, которые он очень часто вспоминал Максимилиана Волошина, да, все слышать, все понять, все знать, все чувствовать, все осознать и вновь все воплотить. И я думаю, что вот это, наверное, один из ключевых принципов, да, ничего не принимать за чистую монету, пропускать все через себя и транслировать так, как оно через тебя сложилось, пропустилось. Следующий принцип, это, на мой взгляд, один из самых революционных хороших мыслей, это то, что в школе Михаил Троича и тогда, и сейчас не боятся добавлять в живую воду в вековые научные концентраты, будь то формулы или такая вещь, как логарифмическое тождество, про которое большинство учителей говорят, да просто заучи, это понять невозможно. Так вот, школа Щенина для меня, наверное, первое единственное место, опять-таки, я, наверное, не все знаю, но для меня это было огромное удивление, когда тебе действительно дают возможность понять, что такое логарифмическое тождество через химическое вещество. То есть, вот это вот межумение мыслить междисциплинарно, смотреть на кружку через призму вещества, физического тела, астрономического тела, если мы ее забросим в космос, и видеть все явления, которые нас окружают, как некое единое целое, это тоже отдельный и очень важный такой ключевой подход школы Михаил Троича. И постоянно к нам приезжали делегации, я сама встречала делегации посла из Брунея, которые перенимали и смотрели, как же можно за 2-3 года полностью проходить все предметы. Принцип был именно в том, что мы брали какие-то предметы, например, круговорот воды в природе, и смотрели на этот круговорот воды в природе с призмы всех наук, тем самым формируя то самое системное мышление. Сейчас много вопросов есть, нужны ли мыслители этой стране, но нас уже вырастили, с нами придется как-то читаться. И четвертый, наверное, принцип очень важный, это то, что у детей, казалось бы, общепринятые детские возрасти, хотя в школе Штинина внеклассная и невознародная система, но тем не менее есть некий общепринятый детский возраст, и вот в этом возрасте дети достигают взрослых результатов, то есть они могут закончить школу, они могут писать дипломную работу, есть те, кто писали кандидатскую, еще не закончив общепринятую школу и так далее, построенные дома, расписанные терема и так далее, и я уже когда перевела документы в лицей и через год приехала и общалась, говоря, с своим классом, рассказывала, что за это время было сделано, было на самом деле удивительно, потому что Михаил Троевич всегда говорил, не готовьте ребенка к жизни после 11 класса, жизнь, она идет прямо сейчас, и вот этот принцип, я думаю, что он тоже очень важный, ключевой, жить прямо сейчас, и взрослые результаты, крутые результаты, они тогда, когда ты их можешь создать, а не тогда, когда закончится 11 класс. И последнее, очень важное, это, конечно же, опыт синхронизации с собой и нахождение в себе вот этого рельефа ценностей, когда ты не знаешь, как поступить в той или иной ситуации, да, и Михаил Троевич всегда был примером именно такого поведения, именно такого способа с собой взаимодействия, когда ты не опираешься на чьи-то мнения, на какие-то авторитетные источники и прочее, а учишься слушать, откликается, не откликается, могу так поступить, не могу так поступить. И вот этот опыт для меня, наверное, один из самых ключевых, опыт синхронизации с собой, как это Михаил Троевич любил говорить, что это есть то самое совесть, когда мы учимся слушать себя на предмет того, как поступали наши предки, дабы жизнь складывалась лучшим образом. И вот все вместе это для меня лично образовало уникальнейшую систему, и хоть сейчас я не в образовании детей, я нахожусь в образовании взрослых, через меня довольно большое количество людей проходит, я их включаю эффективным коммуникациям, но вот принципы, подходы и самое главное вот это вот состояние «живем сейчас», оно со мной и ныне, и не только со мной, но еще с более чем тысяч людьми, которые вышли из школы Штимина. Кари, спасибо большое, мы не посмотрели презентацию, можно сейчас презентацию все-таки это, а я пока скажу слова, потому что она важная, презентация уже ушла, или вы посмотрели ее, презентация была, да, если можно вывести презентацию, пожалуйста, а я пока скажу, что мы можем сейчас запустить опрос, те, кто нас слушает, могут в нем поучаствовать, мы потом подведем итог, опрос такой, насколько система отношений в образовании позволяет вам сегодня сохранять авторскую позицию, и три ответа, я ощущаю себя автором того, что я делаю, многое из того, что приходится делать, не мое, и третье, для реализации собственных находок практически нет ни времени, ни сил, сейчас отвечают наши, кто с нами, да, я, прежде чем пойти дальше, дать слово Марии Михайловны Прохучаеву, хочу сделать один маленький эксперимент, каждый из нас может откинуться в своем кресле, или где стоит, просто с ноги на ногу переменяться, да, и подумать, я не знаю, то есть, у меня нет определения авторской школы, у меня нет определения авторской позиции, это у меня включился автоматически мой этот спикер, да, значит, у меня нет понимания, но я думаю, а какие школы авторские, или какие учителя авторские, вот просто одну минутку про это подумать, я пока буду перечислять, просто потому, что я сам скорее формирую свое понимание авторства, либо как определение, либо через тех знакомых мне, или незнакомых, мы слышим имен, который у нас есть, это вот Сергей Казановский с нами, поэтому называют первым, да, Александр Тубельский, Михаил Щетинин, Ефим Лазаревич Врачевский со своей школой, Михаил Черемных, Вячеслав Лозинг, Исаев Румин с универсом в Красноярске, Михаил Мокринский, который сейчас построил до этого школа 15-35, Евгений Ямбург, 109-я школа, Александр Собединов в городе Томске, Алексей Бабетов вместе с Парикалуж с своей командой Корифеев в Екатеринбурге, Евгений Попов в Челябинске, школа Анатолия Пинского, 1060, его уже с нами нет в жизни, уже с нами, Греф строил свою школу, мы не знаем авторский книг, но тоже Греф, и явно он как автор это делает, новая школа, это Кирилл Медведев, Юлия Вешникова и вся команда, интеллектуал, золотое сечение, Рустам Курбатов, Миша и все, Михаил Пшетов, эпишкола, 57-я школа Менделевича, тоже была целая эпоха, а Овчинников Владимир Федорович, вторая школа, про которую так написал Евгений Бунимович и Михаил Сул стал ее директором недавно, школа Точка в Перми, Василий Александрович Сухомлинский, повышенная школа, я просто говорю, как вот приходит в голову, Мариэл, которая с нами прокучалась со своим детским садом, который наделал шум в Москве, Валентина Михайловна «Это история школа», Майя Масурадзе гимназия Примакова тоже делает, и сейчас мы ее вчера видели здесь, и явно она автор своей школы, и Дмитрий Фишбейн с лицеем в высшей школе экономики, Алексей Голубицкий, это вообще открытие нашего времени, школа в Калининграде, Максим Протусевич в Санкт-Петербурге, ну и Татьяна, наша Ковалева, которая еще подойдет сейчас, это я уже назвал, но первая частная школа, пока он встречает на этом, первая частная школа в стране, тоже в Томске, полисистемная, потрясающе, сам ход интересный, в общем, какая-то авторская позиция, которая, еще много школ, можно сказать, я разговорил Сидиму Лазовичу, он говорит, нет, было только две авторские школы, все остальное не авторские, просто хорошие директора, только две, это гимназия по Ливану в Москве, гимназия Клейна, в Санкт-Петербурге, еще до революции, вот это были авторские школы, их именами называли всех людей, которые заканчивали, то есть, вот оно какое-то авторство, которое здесь, и я хочу сказать, наверное, это касается каждого из нас, потому что точно совершенно невозможно не согласиться, что наша задача сделать так, чтобы каждый наш ребенок, когда взрослый, был автором, не говорил чужого текста, говорил свои тексты, говорил свои мысли и имел возможность для этого, и тогда жизнь становится полной, энергичной, идет вперед. Пожалуйста, Мария Михайловна, вам слово. Спасибо большое. Я тоже очень рада присутствовать сегодня здесь на салоне образования. Мне очень близко такое понимание авторской школы, когда сама педагогическая система так воспитывает ребенка, так воспитывает личность, что он становится автором своей жизни. Для этого просто необходимо сочетать довольно много условий. Вы упомянули мой детский сад, которым я руководила в Москве. Это был инклюзивный детский сад 288. Еще он назывался детский сад для всех. И с самого своего начала, это был детский сад вострой, он был инклюзивным. То есть мы принимали туда самых разных детей с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, с особыми образовательными потребностями. И в основе нашей философии, что ли, лежало убеждение, что каждый человек вообще имеет право на то, чтобы жить. Не у всех хватает собственных сил, ресурсов для того, чтобы развиваться самостоятельно. И мы, в общем, меняли отношение к детям, к особенностям детей. Вместо медицинской модели понимания инвалидности мы применяли социальную модель. То есть мы были убеждены, что от нас с вами зависит, каким образом будет организована жизнь ребенка. Никто из нас не знает, кому, когда и как повезет. И если вдруг рождается ребенок с особенностями, или эти особенности ребенок приобретает в процессе жизни, каким образом, ну, в старом понимании инвалидности, каким образом можно компенсировать этот дефект. Поэтому вот концепция нормализации жизни, когда, невзирая на свои особенности, ты продолжаешь жить самой обычной жизнью, ходить в детский сад, играть, учиться, развиваться. Что мы встретили на своем пути? Мы встретили очень много настороженности людей. Так сложилось, что в нашей культуре самым привычным, наверное, отношением к инвалидности является жалость. Мы готовы немного терпеть рядом с собой человека с особенностями. Мы готовы даже чем-то ему помогать, но мы очень редко, когда готовы считать его равным себе. Детский сад был довольно большим, там было 550 детей, и это было сравнимо по наполняемости со школами. И мы мечтали поедать такую модель, и мы это сделали длиной в целую жизнь, чтобы помощь получил не только ребенок, но и его семья с самого рождения, чтобы у него были самые обычные сверстники всегда в друзьях, чтобы у него всегда были рядом специалисты, и это должна быть междисциплинарная команда, которая хорошо понимает, как развивается речь, как развивается личность, как нужно преобразовать среду, вот occupational therapy, для того, чтобы ребенок с особенностями движения мог передвигаться. Среди детей мы встретили гораздо меньше непонимания и удивления, и это прекрасно для нас, как для педагогов, потому что дети гораздо больше, чем с ростом, способны воспринимать другого. У них гораздо больше интереса живого, гораздо больше познавательной активности, и дети задействуют все свои возможности общения для того, чтобы выяснить, можно ли поиграть. со своим приятелем. И дети предлагают очень много таких компенсаторных механизмов. Но для того, чтобы вот такой подход имел протяженность длиною в жизнь, одного детского сада мало. Да, действительно, мы организовали службу ранней помощи и лекотеку, и организовали самые разные по протяженности и наполняемости, возможности пребывания детей в детском саду. Но после детского сада должна была начаться школа, и таких школ, которые готовы были бы принимать самых разных детей, в Москве, к сожалению, не было. Но традиционно коррекционные школы, например, имели шифр, который относился к виду нарушений. Все нарушения классифицируются, и дети отправлялись в школу по дефектам. Как не страшно это звучит. Да, уже был принят новый закон об образовании, инклюзия была закреплена на нормативном уровне. И тем не менее, не хватало не только технологий, но и вот такой мировоззренческой концепции, которая позволяла бы относиться к любому ребенку, совершенно к любому, как к имеющему право, во-первых, и во-вторых, как к способному развиваться. Сейчас я являюсь директором частной школы «Абсолют», это Московская область Серпухов. И вот этот подход реализуется там для того, чтобы была создана такая модель, которую, невзирая на то, что эта школа действительно авторская, можно было бы транслировать, чтобы другие люди, неважно в каком месте России они живут, могли бы устраивать такую же образовательную систему. Наверное, расскажу немножко об особенностях нашей школы, кроме самых обычных детей, детей из полных семей, одаренных детей, самых обычных детей. У нас есть дети с опытом сиротства, у нас есть дети с самыми разными нарушениями, это могут быть нарушения слуха, это могут быть расстройства аутистического спектра, это может быть детский церебральный паралич. И наша тактика состоит в том, чтобы выискивать общее и тонко дифференцировать различия, и комплектовать инклюзивные классы, и преобразовывать всю образовательную среду в школе так, чтобы жизнь детей была нормализована, чтобы учиться было интересно, чтобы они могли проявлять свою активность, чтобы они могли решать задачи по задачам взрослых, чтобы они были субъектами, чтобы они были креативными. Да, Артем, вы хотите что-то сказать? Мария, спасибо большое. Я просто хочу, чтобы вы увидели, что дети готовы быть авторами. Это мы все знаем, педагоги. С самого начала, в любых ситуациях жизни. И то, что Мария сейчас рассказывает про то, что мы не способны детей, когда у нас явно другой ребенок, мы видим и даже отторгаем. И многие дети, невидимые другие, и мы тем более их отторгаем. И вот это авторство, если в нас есть авторство, то мы принимаем детей, и мы способны очень сильно двигаться вместе с детьми вперед и двигаться. Поэтому это важнейшая история. Я сейчас передам слово, мы идем вперед, я передам слово Татьяне Михайловне Ковалевой, автору школы в Томске, как я сказал, полисистемной школы. И, в общем-то, мы уже подходим к точке, где вопрос, да, я понимаю, что мы на втором круге ответим на вопрос, это ускользающая эпоха или нет. Ну, вопрос, действительно, а как передается авторство в авторской школе, да? Мы понимаем, что автор в школе был или есть, автор смог, и что дальше? Татьяна, пожалуйста. Татьяна, у нас есть связь? Вроде бы есть. Вроде бы есть, да? Ага. Добрый день, меня слышно? Да. Да, слышно. Добрый день, слышно меня? Да, слышно. Да, да. Хорошо, это была плохая связь просто. Ага. Здравствуйте. Ну, я знаю, я знаю, о чем подумала. У нас, конечно, название нашей дискуссии, авторская школа, сказал, что я говорил, мы, но поскольку сомневаются, что авторская школа нужна, рассказывают авторскую школу, и я вот часто, кстати, за эти конноты, которые могут ответить как бы на вопрос не внутри нас, потому что мы все с вами договорились. Ну, а чаще и чаще встречаются с вопросами со стороны, особенно в наше такое непростое время, когда оптимизация школы и так далее. И вопрос звучит так. Ну, вот авторская школа, несколько учителей, несколько десятков детей. А что это, в чем ресурс для массового образования? В чем это прям такой ресурс для развития современного образования? И вот, собственно, я про это много. Значит, и буду опираться на моих коллег, друзей, которые выступали уже передо мной. Значит, первый момент, я бы хотела сказать так. Вот для жизни любого человека сейчас все приговаривают индивидуальные образовательные программы, все говорят о будущем, но согласитесь, когда мы говорим о будущем, когда мы говорим о программе человека, это невозможно обсуждать без горизонтов. Так вот то, что дает маленькая авторская школа, в которой, может быть, всего, не знаю, 20 детей и 5 педагогов, она задает горизонт для всего педагогического сообщества. И вот, ну, собственно, мы можем вспомнить, люди, которые уже достаточно долго в образовании, вспомните, как люди свои деньги. Есть, когда Щетинин давал открытые уроки. Почему? Не все собирались быть как Щетинин, но всем было интересно посмотреть, а как по-другому можно преподавать. Сколько людей поехали в свой отпуск за свои деньги на первый конкурс «Авторская школа», который тогда организовал молодые, кстати, вместе с Виктором Владимиром Федоровичем Матвеевым и, значит, Симоном Львовичем Соловейчиком, потому что сама возможность вот этой авторской школы какого-то другого хода, это для педагогики безумно важно. И вот то, о чем говорила Оля, не обязательно стать таким, как какой-то автор, что ты можешь что-то делать, можешь искать какие-то... Вообще можешь действительно быть не солдатом, так сказать, по призыву в государственной школе, а как-то субъектно что-то делать. Это раз. Теперь второй момент. Когда мы сейчас на уровне... Ну, так сказать, чиновники высокого уровня. Очень многие мои друзья, так сказать, министерские сотрудники обсуждают разные механизмы про то, как на реформировании. Мы запускаем, так сказать, забываем, что альфа, сама признанка человека, она является очень мощным механизмом вообще. И я могу тоже ссылаться, как мы с вами, на свой опыт. ...назад, в Академгородке везде шли споры, то есть нельзя было зайти ни в магазин, ни в поликлинику. Вот есть государственная школа, хорошая государственная школа, а что делает частная школа? Поэтому вообще появление любой авторской позиции, это же механизм изнутри для того, чтобы... ...того, чтобы... ...образование. И на какой-то третий момент, который нам подкидывает... ...вот все-таки действительно, что бы мы ни придумали, какие бы мы ни были, так сказать, ученые, жизнь, она интересна тем, что она казуема. Вот когда мы занимаемся 30 лет уже тьютерской педагогикой, мы думали, тьютер – отдельная позиция, есть тьютер – другая профессия. Мы не претендовали на всеобщность, но жизнь повернулась там, что тьютер реально стала базовой. И с утра до вечера все тьютеры наши в регионах, они проводят курсы «Тьютерская компетентность современного учителя», «Тьютерская компетентность родителя», потому что все поняли, что сейчас нет ничего важнее, чем как бы иметь способы, как можно работать с интересом ребенка, как можно сопровождать этот интерес, как можно выводить в индивидуальную программу. Поэтому я хочу сказать, что авторская школа, несмотря на то, какая бы она маленькая ни была, какая бы она локальная ни была, она является очень таким мощным механизмом для развития всей системы образования. Вот надо, мне кажется, не упускать из виду. Спасибо. Татьяна, спасибо. У нас были перевои в звуке, но мы все равно услышали, и тем более мы знаем позицию Татьяны, которая создает эти индивидуальные пути для каждого ребенка. Это важнейшая часть нашей жизни, и можем им это сделать. То есть я для себя все время говорю, что высшая, наивысшая цель того, что мы делаем. Мы говорим, чтобы ребенок стал самостоятельным, чтобы он сложился в школе. И, конечно, все это можно разными словами назвать. Ну и словом авторства, конечно, точно. Это емкое слово, которое говорит о том, что каждый из нас, если он ощущает себя автором, то он счастлив в том, что он делает. Мы провели опрос, у меня есть уже результаты. Я эти результаты сейчас озвучу, и мы пойдем по второму кругу, чтобы все-таки сказать про то, насколько ускользающая наша эпоха или нет. И результат такой опроса. Если вы помните, у нас был вопрос, насколько система отношений в образовании позволяет вам проявлять авторскую пенсию, и первый вариант ответа – я ощущаю себя автором того, что делаю. Такой у нас уж контингент набрал 65% голосов. Многое из того, что приходится делать, не мое. 21% – тоже немало. Лучше бы, чтобы так не было. И для реализации собственных находок практически нет ни времени, ни сил – 13%. Это, вы видите, очень оптимистичный у нас опрос. Пришли энергичные люди на секцию, которая называется «Авторскую школу». Мы все равно видим, что происходит вокруг. Мы видим, что инициативы, которые мы проявляем, те выборы, которые делают родители, не находят стопроцентной, я мягко говорю, стопроцентной поддержки в той системе, которая у нас сложилась. Скорее, это система контролирующая, система реализующая набор норм, а система, которая развивает, развивающая, она всегда, это всегда спор, как говорил Корчик, да. Он говорил, что есть безопасность, и потом мой отец с теми словечки, есть безопасность, есть развитие. Это противоположная тенденция. Если мы будем все время на безопасности, у нас не будет развития. И смелость профессиональная в том и заключается, что я выбираю развитие вопреки всем тем безопасностям и беру на себя это авторская позиция. Директор школы, который смел, он создает те ситуации, которые у нас и вырастили. Мы когда смотрим назад, то мы обнаружим, что мы выросли в ситуации часто безрассудства. Но рядом был кто-то, кто смог это перевести в ваш творческий панциал. Это сложная история, даже трудно говорить. Но нет без жизни жизни. И не может быть. А мы сталкиваемся все чаще с тем, что жизнь закрывается схемами, нормами, правилами, которые все имеют право на жизнь. Никто их не отменяет. И поэтому, почитайте, пожалуйста, Корчика, кто забыл, что среди прав, главных прав детей, которые пишут Корчика, первое право – это право на смерть. Не потому что Корчик хотел, чтобы они умерли, а потому что понимает, что педагогу трудно. Педагог берет на себя. Директору трудно. Он берет на себя. И в этом смысле министру должно быть трудно. Он должен уметь брать на себя. И я сейчас говорю не про то, какие решения принимает министр. Но в этих решениях должна быть личность, и министр тоже, и понимание личности другой. Без личности мы не понимаем другие личности. Без личности, как говорит Мария, мы не видим в детях того объема, который у них есть. Нам кажется, что у него ограничения, и это описывается на креденок. Он сейчас неряшливый, и этим у нас описывается. Он сейчас не делает уроки, и этим у нас описывается. Не так. И школа, которая заявляет высокие ценности, и может быть даже очень... Вот у меня получилось. У меня тоже получилось. У меня тоже получилось. Да. Да. У меня тоже получилось. Дорогие друзья, не бывает без сбоев. Мы все не ехали на выставку, мы все дома спокойно подождали, снова включились. И это особенность, то, что появляется философское отношение к жизни и способность подсоединиться снова и вести наш диалог. Итак, у нас про авторскую школу. У нас второй круг, мы где-то прервались, и если можно, мы второй круг сейчас быстро пройдем и скажем то, что не успели сказать. Ольга Сергеевна, вам слово. Что значит быть автором сегодня? Мы увидели результаты опроса, да, результаты опроса сказали о том, что в основном все наши, кто нас слушают, чувствуют себя авторами в школе, да, некоторым трудно себя авторами воплощать, а кому-то совсем невозможно. Ольга Сергеевна. Ну, во-первых, в любом случае надо двигаться. Недаром Тубельский называл это такими словами, как инновационное, потому что надо быть все время в процессе. И в этом смысле, я думаю, что сейчас самое ценное в нашей школе то, что не только люди, ребята, педагоги являются авторами. У нас сообщество очень сильно изменилось. У нас в качестве авторов вошли полноценно родители, выпускники, хотя существует колоссальное взаимопроникновение этих групп. Но это вот очень что-то новое в нашем сообществе. У нас уникальный садик стал, он и был, но стал феноменальным, ну просто раем. Начальная школа Эдема, мы поэтому двигаемся. Но это очень сложно, потому что руководители новые многого не видят. Вроде бы говорят на другом языке, стараются нас вывести на какой-то другой уровень. Мы стараемся их вовлекать, привлекать, объяснять. Развиваться мы хотим. Хотим найти консенсус. Но это все очень непросто. Ну, например, первый вопрос, это бесконечный вопрос еще со времен Тубейского, тиражированием, масштабированием. Хотя я очень не люблю, конечно, эти слова, потому что, скажу полемически, во-первых, просто уникально это не значит, не тиражируемые и не масштабированные. Во-вторых, мне кажется, вообще не надо масштабировать. Ну вот Пушкина не надо масштабировать. И даже Пушкинский, наш любимый, не надо масштабировать. Просто рядом с Ахматовой может вырасти Бродский. Дальше по поводу языка, который нам все время говорят, переведите на другой язык, чтобы мы вас поняли. Вот я этим летом, прошлым летом, была на международной конференции дематологических школ мира на АйДЭК, который уже много лет идет. И, честно говоря, несмотря на то, что люди там говорили на разных языках мира и на разных педагогических языках, как-то вот удивительно все понимали с полуслова, и это было какое-то бесконечное счастье. Хотя, конечно, не без тренингов, не без споров, не без труда, но не через курсы, приказы, указы, вебинары, семинары, методички и прочее. Поэтому, честно говоря, мне кажется, что сегодня очень важный процесс перехода авторских школ в школу авторов и сообществ. И, честно говоря, я не думаю, что очень трудно понять, например, вот такой жанр, который у нас сейчас есть, удивитесь, наверное, сказка, квест, ролевое проживание, перформанс. Ну, можно понять, если посмотреть, присмотреться с большим желанием. Спасибо. И авторство не ушло. Ольга Васильевна, спасибо. Дарья, вам слово, пожалуйста. Артем Симонович, ну я начну вот с вашей мысли, абсолютно потрясающей, да, по поводу того, что ты либо идешь в комфорт, либо ты идешь в развитие. Пусть это развитие, оно в каких-то абсолютно, казалось бы, непростых и кризисных условиях происходит. И я могу сказать, что нас, Михаил Петрович, в хорошем смысле и сама система, которая была в школе Михаил Петровича Штинина, она готовила вот к этим временам. И поэтому, да, сейчас для самой школы времена непростые, но я уверена на 100%, что мы трансформируемся и пойдем дальше. Для тех, кто, может быть, не знает, сейчас, да, работа судов приостановлена, но, тем не менее, и работа школы тоже приостановлена. Но у меня перед глазами всегда слова, которые написаны у нас на одном из учебных корпусов, не место береги, но волю. И несмотря на то, что кому-то было выгодно это место закрыть или заморозить на какое-то время, волю заморозить нельзя. И вот воля этого места, она про то, что даже когда учебный процесс выстроен, ты уже в своем лицее, например, освоился, ты сделал классный курс погружения, ты просыпаешься, у тебя там, если погружение по 19 веку, картины 19 века, дальше ты идешь, изучаешь литературу 19 века, историю 19 века, и у тебя уже так все прекрасно сложено и комфортно тебе в этом мире, как только погружение заканчивается. Михаил Петрович собирает общий сбор и говорит, а теперь, друзья мои, мы все меняемся группами, меняемся командами, и ты уже через день в лицее, значит, химия, физика, астрономия вообще тут же начинает формироваться. И поэтому вот те, кто прошли школу Щетинина и те, кто ныне составляет вот этот потрясающий коллектив, живые носители знаний и методика, эти люди, они готовы к этому времени. Более того, как мы видим, все потрясающие инновационные школы, они рождались в такие времена перемен, и вот если сейчас получится вывести презентацию, я бы показала один слайд, там стоит Михаил Петрович, и все светилы того периода, которые создавали какие-то очень интересные прорывные форматы, которыми мы пользуемся сейчас, и это тоже как раз-таки было вот в те самые времена. Так, ага, вот вижу презентацию, я сейчас покажу просто этот слайд. Вот он, да, то есть здесь Никитин, Шаталов, Волков, Лысенкова, Аманашвили, Щетинин, Ильин, да, эти потрясающие, удивительнейшие авторы, создатели, они как раз и придумывали, творили вот в этот период переходный, потому что это как раз было перед 90-ми годами, да, теми самыми непростыми. И вот сейчас мы тоже проживаем это время, но я могу сказать, что есть вот этот коллектив, который прошел череду многолетних постоянных реорганизаций, и несмотря на то, что вот место сейчас пытаются забрать или заморозить, я еще раз хочу вспомнить слова, которые написаны, и очень их любил Михаил Петрович на одном из наших других корпусов, не в силе Бога, а в правде. И поэтому есть правда подхода, есть правда этого времени, и я думаю, что все наверняка сложится лучшим образом, хотя внешне сейчас все кажется непросто, и хаос, и дистанционка, и никаких правил нету. Но вот когда есть привычка вот быстро перестраиваться и комфортно чувствовать себя в новом, я думаю, что это очень сильно поможет и носителям, и нам всем. Спасибо, Дарья, спасибо огромное. Мария Михайловна, пожалуйста, вот прямо две минутки, потому что у нас время убегает. Все-таки авторская школа – это что? Вот она уходит, уходит автор этой школы, и что у нас остается? Если можно вот в эту сторону подумать вместе. Для меня авторская школа – это прежде всего новизна. Когда автор находит такой подход, такой метод, такой взгляд, который позволяет не останавливаться перед трудностями. Вот сейчас, например, для всех школ, садов – невероятно сложный период. Каким образом мы эти сложности преодолеваем? Кроме новизны, это следующим пунктом у меня идет ответственность. Такая личная ответственность всего коллектива авторской школы, когда каждый отвечает за то, что он делает. И креативность. Мне кажется, каждая сама по себе из названных мной причиной, также они все вместе, ну просто обязательно нуждаются в тверажировании, в отчуждении, в масштабировании. Мне кажется, это должно приносить людям только пользу. Это никоим образом не обижает, не обедняет автора или коллектив авторов. Это делает весь остальной мир гораздо богаче. Мы делимся своими наркотками. Я услышал, да, хотя я услышал и Ольгу Сергеевну, что… То есть вопрос такой. Когда был спор вокруг школы Михаила Петровича Тинина, и мой спор с министром Ольгой Васильевой, один из аргументов был, ну что это за школа? Если бы она была хорошей, таких было бы много. То есть критерий отчуждаемости берется как критерий хорошая школа или плохая. Я не уверен, что это правильно. Хорошо, если отчуждается и может жить в веках, но это не является принципиальным условием закрытия школы, если в ней не отчуждается. Там живут часть коллектива и автор творит. Пожалуйста, Татьяна Михайловна, еще одна попытка, но быстро нам сказать все самые важные вещи. Ну попробуй. Я не помню, в какой момент, значит, пропала связь, поэтому еще раз просто основные мысли кратко. Вот мне кажется на том, что уже сказали мои коллеги, видно, что у каждой авторской школы есть как минимум две стратегии, две жизни. Вот одна жизнь – это когда действительно авторская школа понимает, что она делает что-то интересное, что-то особенное. И родители туда ведут детей, детям там хорошо. И учителя там как бы не работают, а живут. И действительно такая школа может и не отчуждаться, ей хорошо. Но тогда эта школа должна понимать, что ей надо вырастить кого-то, кто продолжал бы это дело. И вот мне очень важно, что, кстати, мы с Александром Наумовичем Тубельским, еще там с группой педагогов, уже много лет назад были в Голландии. И были на такой очень странной конференции. Я помню, мы с Пинским все это обсуждали. Конференция называлась «Традиционные авторские школы». То есть это школы, которые остаются авторскими, но они продолжают традицию, чтобы не получилось так, что уходит автор и нет школы. Вот как бы школа должна быть этим озадачена. Это ход один. А ход второй, когда авторская школа находит какой-то такой способ и так его может описать методически, дидактически, что это становится действительно, ну, как бы для всех ресурсом. И с этой точки зрения я вам хочу сказать, а школа традиционная Каменского, про которую сейчас все говорят, когда Каменский, извините меня, придумывал эту школу, обобщал опыт братских школ, это была очень авторская школа. А школы в Голландии, которые все перешли, начальные школы, на метод Монте-Сори, мы видим Монте-Сори как такую инновационную авторскую школу альтернативную, а сейчас любая школа, так сказать, в Голландии в какую-то школу не придешь, у тебя будет обучение по методу Монте-Сори в начальной школе, фенские свободные школы. Поэтому мне кажется, что авторская школа имеет мощный ресурс. Вот она может быть внутренняя, такая, как бы внутри себя, очень интересная педагогическая школа, которая, правильно Оля говорит, может не озадачиваться. Мы это все время пробуем на школе Тубельского, то так зайти, то так зайти, чтобы как-то описать их опыт, предъявить всей стране. Но это действительно очень особый опыт, и очень особые должны быть педагоги, чтобы его понять. Вот, поэтому, с одной стороны, действительно, эти школы могут просто сами по себе. И вот очень важно, я говорила про это, может быть, вот действительно не выдержала эта наша связь, что все чиновники, все сейчас, кто обсуждает оптимизацию образования, рынок, считают деньги и думают о том, что маленькая частная школа, она дорогая, зачем ее поддерживать? Вот очень важно понять, что чисто теоретически и философски любая маленькая школа, где 10 детей, где 5 педагогов, она является мощной альтернативой для развития системы образования. Потому что, когда человек видит, что есть что-то другое, то это его начинает будоражить. И я вот как раз приводила пример, что когда в Томске, в Академгородке появилась наша маленькая школа, всего-то было 40 детей, 2 пятых класса. Это был такой взрыв, в Академгородке нельзя было ни в магазин зайти, ни в поликлинику. На всех уровнях родители обсуждали, зачем частная школа, а что там другое, чем школа государственная. И вот эта альтернатива, она как раз заключается в том, что в любом регионе, если Министерство образования региональное, такое мыслящее, стратегическое, оно будет обязательно поддерживать авторскую школу. Потому что это будет будоражить всех окружающих педагогов, родителей, детей. И это будет реальный механизм развития образования. Спасибо, Татьяна, спасибо. Я рада, что у меня отключилось ничего. Да, сейчас сработает. Сергей Сергеевич, вы здесь с нами? Да. Сергей Зинович. Тоже есть? Я сейчас скажу, мне кажется, очень важную вещь, которая подведет итог тому, что мы сегодня говорили. Причем образную, как научил нас Сергей Зинович. Сейчас, когда случилась вот эта история, и мы массово все перешли к нам домой, и дома родители включились в жизнь, и увидели школы по-разному, мы все получили другой ракурс. И родители, и ученики, и учителя. Но сейчас что произошло? Сейчас, пока мы все учимся, пока мы все разговариваем, все школы стоят непривычно пустые. Там никого нет. Ну, иногда приходят педагоги. Но в целом детей нет. Такое бывает только летом. Чтобы вот так вот среди учебного года это вдруг все опустело, все ушло. И для кого-то это было просто даже шок, чтобы так увидеть. А для меня дежавю, ну, очень недавнее, именно так случилось со мной 3 сентября, когда я оказался, в Декосе, в лице Михаила Петровича Тинина, и обнаружил в начале учебного года в школе, в которой всегда дети, даже летом, детей нет. Причины сейчас не важны. Представить себе, что мы всей системой школьного образования сделали так, что патриарх, который живет в этом месте, он там один, и все дети разослены по домам, это было так немыслимо и так не совпадало ни с чем, что даже разговаривать трудно, знаете, как интеллигенту, интеллигентно разговаривать в подворотне очень трудно, потому что, не зная слов, они не находятся на разных языках. Вот ровно такое ощущение возникло. И странным образом вдруг вся страна опустела. Я не говорю, что это символика или себя есть, но я хочу сказать, что будем внимательны. Мы отвечаем за судьбу каждого ребенка. Авторская школа – это люди, которые рискуют взять на себя судьбу каждого ребенка. Они отписываются тем, что я сделал все по правилам, что получилось, то получилось. Вот это самое страшное, потому что, а что, никаких претензий, у меня все описано, все получилось. Дети такие, они разные. Нам Мария Кричухаева рассказала, что дети могут совсем быть разные. Им важно сказать им, что вы имеете право быть разными. Мы имеем право быть разными. Если ребенок не встречается с автором, он автором не станет. Он может встретиться в школе, он может встретиться где-то снаружи. Мы все поддерживаем. Александр Наумович сделал так, чтобы авторы приходили сотнями в школу. И это был тоже подход его. Сколько людей приезжало в Михаил Петровичу Тиньевну, и сколько вокруг него было это комьюнити авторов, сильных людей, которые были вокруг. Что происходит в класс-центре, это не передать, потому что это просто вся культура страны находится внутри школы. Но, конечно, самый первый автор, который ближе всех к детям, это мы, родители, это мы, педагоги, профессионально обязаны быть людьми, которые не говорят чужие тексты, которые и в этом смысле умеют слышать чужой или другой талант. Потому что тот, кто говорит чужие тексты, он не видит другого таланта, и он не видит другого авторства. Авторство само себя развивает от того, что там есть энергия, заложенная как-то веками, я не знаю, как это происходит. Можно про это долго говорить. Но если мы все делаем по правилам, к сожалению, я не имею права на государственном канале, считайте, на выставке, которая для всего государства призывать что-то делать не по правилам. Все по правилам. В этом вся и суть. И это искусство управления. И это искусство управления показали многие директора школ вчера на сессии, когда рассказывали свои первые шаги, которые случились, как кто-то объявили карантин и дети оказались не дома. Кто пиццу детям покупал в дом, кто еще что-то, да. Все, что не написано в правилах. Все, что другое. Не нарушая правил. Но взяли сразу и отнесли компьютеры детям в школу, у кого нет детей. Первым шагом. На первом шаге. Не просто выяснили, у кого есть, у кого нет. Все, что есть в школе, вынесли туда. Ну, директор говорился, да. Ну, мы составили акт, мы все делали по акту и так далее. Но дело же не в этом. Дело в том, что это наша судьба. Министр образования, всех помощников, Академия образования, Рособронадзора создавать условия для того, чтобы директор, учителя и дети были авторами. Чтобы каждый обладал силой собственного продвижения. Мы заканчиваем нашу встречу. Огромное спасибо Сергею Зиновичу, Ольге Сергеевне, Дарья, Мария Михайловна, Татьяна Михайловна. Вам спасибо за все. И я объявляю в следующей сессии, которая продолжает наш разговор. И в следующей сессии это будет инициатива в ГОС-4.0. Это попытка авторства создания государственного документа. Это общественная инициатива. И еще раз призываю, нет другого способа для страны. Мы не сможем пережить карантины, если в нас будет загублено авторство. Карантины переживают, побеждают только авторы. И мы слышали сегодня историю или вчера про то, как в Ижевске, по-моему, уже был когда-то карантин. Тогда научились, 10 лет назад, и уже не остановились. И сейчас у меня все. Спасибо большое. Мы обязательно посетим авторов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.